привет вы знаете я очень долго ждал пока кто-то вообще в публичном пространстве в больших медиа произнесет фамилию этого человека которым сегодня пойдет речь помимо подколок офиса президента и зеленского личное издание новое время на украинской правде центральная полоса громаднейшая статья про олега татарова кто это такой если вы еще не в курсе я сейчас вам коротко расскажу но я всем рекомендую с меня не убудет мне в отличие от всяких таких журналистиков не взападло перейдите посмотрите найдите эту статью полностью это очень важно будет для вас для понимания ситуации в целом а сейчас я его коротко прокомментирую расскажу что я знаю об этом человеке для того чтобы вы в целом имели представление итак некто олег татаров является как его называют в прессе куратором всей юридической судебной системы в украине откуда этот человек появился этот человек стал звездой именно во времена януковича некоторые сми публиковали информацию что он получил именно во времена майдана расстрелов людей гибели людей на майдане получил звание заслуженного юриста украины вот посмотрите видео как он тогда комментировать и события выкрадено близко 300 один из вагнепальной зброи пациентки милиции не використовують вагнепальную зброю деяки загиблих мают поранения в потиличную частину головы что дае можливисть тверджувати что выстрелы по сути дела он был карателем майдана он был архитектором той системы которая была направлена на все на все античеловеческое на все против свобод он строил и хорошо разбирается как строить системы тоталитарные где во главе угла стоит воля диктатора также он был адвокатом вадима новинского это известный российский олигарх ну не знаю где были наши спецслужбы но я думаю вы так понимаете да этот мой тонкий троллинг это человек зарабатывал в украине миллиарды долларов финансировал московский патриархат ну на мой взгляд это просто все обычная габня и так что украинская правда публикует в этой статье это знаете а я уверен что эту статью прочитают в америке если они откроют ее и начнут как бы просматривать и там черным по белому написано что олег татаров завербовал некоторых сотрудников набу а набу как вы знаете декларируется как проамериканская структура и они ему оттуда сливают дела которые его интересуют когда кому планируется вручить там пидозру у кого обыск провести вообще кого кто последствиям будем говорить так но если говорить более обширно туалет татаров сейчас выполняют абсолютно привычную для себя функцию он рулит всем действительно в плане судебной юридической системы в украине по сути дела он выполняет все прихоти ермака зеленского в офисе президента украины как это работает на практике если вот им сливают информацию что на кого-то из приближенных зеленского и рмаку готовится какие-то дела какой-либо не подконтрольной структурой типа там набу сап тут же татаром вступает в действие суетиться подключает все свои связи они отмазывают нужного человека но какой эпизод произошел 2020 году набу пришло в офис президента с обыском и с намерением вручить пидозру татарову и тогда включился лично вдумайтесь лично зеленский и не допустил этого по сути дела отмазал татарова это все говорю не я это все опубликовано в этой статье но я вам хочу сказать что за личность татаров это такой тип людей и в принципе если вы физиогномики немного понимаете а она как правило не обманывает вы прекрасно увидите в нем этот самый опасный тип человека это гораздо более опасный тип чем просто какой-то хапуга чиновник который ворует деньги этот человек который если он закусится с кем-то имеет такие рычаги влияния как он имеет на сегодняшний день как он имел при януковича он может посадить любого и безозрения совести и глазом не моргнешь что он испортил судьбу одного двух десяти сотни абсолютно невинных людей вот скажите мне вы верите что такой человек должен быть команде белого пушистого демократичного мега либерального нашего зеленского может ли нормальный человек который вообще-то в голове держит хоть как-то в какую-то перспективу делать какие-то реформы приглашать на работу татарова это то что я вам всегда говорил зеленский не пришел ломать систему и никакой идеологии у него нету он пришел и возглавил эту систему и кого он поставил понимаете зеленский же не понимал структуру государства нужен был человек как говорил богдан когда-то опытный бюрократ вот таким является татаров который знает эту систему изнутри который можно сказать строил туда кирпичи подсовывал к этому строительству и сейчас благополучно эта система пользуется и юзается и когда приезжают какие-то высокопоставленные западные чиновники этого татарова прячут куда подальше чтобы его никто не видел и не слышал команда какая улыбаемся и машем мы демократы у нас война мы за свободу мы за мир а татаров тем временем сидит в офисе президента с пачками бумаг с папками и рушит судьбы людей недавно бизнес написал манифест зеленскому о том что прекратите беспредел маски шоу рейдерства дам проверки блокировки ндс короче говоря накладных ндс короче говоря весь весь тот букет с которым жили все предприниматели все 32 года в украине во время войны это все не прекращается и зеленский как все подумали он позовет какую-то инициативную группу из предпринимателей он посадит там руководителя сбу не знаю там дбр налоговой там не знаю нацбанка и будет какой-то круглый стол будет какой-то диалог нет на этой встрече сидел господин татаров то есть вы представляете вообще попытайтесь залезть на секунду в голову зеленского в его представление пагубное для государства для людей когда ты садишь своего решалу грубо говоря и пытаешься с ним вести диалог внедрять в диалог с бизнесменами я имею ввиду это значит что ну просто нет никакого будущего ответьте себе пожалуйста на вопрос вы хотите жить хотели бы жить в украине а те кто сейчас за границей вернуться в страну где все в принципе как в 90-е когда просто если система захочет и она не будет разбираться она тебя посадит или ну как это происходит тебе что подбросит на тебя сошьют дело вот как всем же малышовым было одну квартиру продал внеуплата налогов сидел в тюрьме три недели в сизо как можно жить такой стране как можно рассказывать кого-то там обвинять когда происходят такие вещи отбрасываем сейчас коррупцию всяких резниковых минобороны и весь тот ужас который там госзакупки которые происходят мы берем сугубо те вещи которые бытовые даже вы просто-напросто в украине бесправный человек вы все бесправные там люди если вы конечно не работаете и не приближенные к офису президента украины именно такой вывод можно сделать почитал эту статью а если вы знаете чуть чуть больше то вы прекрасно можете в этом убедиться какой вывод я для себя могу сделать во первых спасибо украинской правде что они не побоялись и время войны опубликовали эту статью по моей информации эта статья была готова уже давно там было вроде какое какое-то давление откладывалось но раз сейчас все издания фиалы начали такой троллинг и такую аккуратную атаку офиса президента значит какие-то процессы все-таки сдвинулись никакой бизнесмен никто не хочет жить зная что татаров это как тетушка когда-то именно рицательное что какой-то татаров может взять и уничтожить бизнес может взять и уничтожить судьбу человека никакой реформы судов не будет при зеленском этого точно не будет если ты хочешь реформировать вы смотрели наверно мою надеюсь программу реформ вводится британское прецедентное право судьи становятся избирательной должностью они их назначают кто-то там где-то там а вы посмотрите кто такие судьи в украине это каста неприкасаемых людей на которых нету правы которые ведут образ не просто предпринимателей они ведут образ жизни таких чуть ли не light олигархов у них по несколько домов там еще известно только десятая часть и в украине и за границей автопарк 10 машин кэш под бодвалы кэша это в какой стране такое есть и прошу вас задуматься еще над одним вопросом знаете как айн рэн когда-то писала ну так это не дословно что если богатеют вот чиновники а класс предприниматели созидательный класс беднеет значит стране идет что-то не так и если те кто никогда не занимался бизнесом или каким-то конкретным делом пишут законы для тех кто этим бизнесом или делом занимается значит такое общество обречено и она непременно придет краху что мы сейчас видим во время войны кто богатеет госаппарат они все богатеют просто супер стремительно там нацбанк все все вот такие вот судебной системе все эти решалы потому что сейчас то время когда все равно это не так как в мирные времена немножко объективе камеры от них отстали там кое-какие моменты можно засекретить богатеют какие-то непонятные новые публичные спикеры которые не вылазит с телемарафона потом какие-то школы открывают богатеют люди которые нечистоплотно ведут сделки с госзакупками в частности касательно войны торгуют гуманитаркой завышают цены ну то есть классический набор я сейчас никакого секрета и новости ни для кого не расскажу видите я же сейчас вам не перечислил предпринимателя или кого-либо еще а ведь предприниматели люди которые у них работают это и есть основа общества нормального здорового нет предприниматели и все остальные люди нищают стремительно нищают идут вниз и даже при этом всем умудряются донатить волонтеров и всех остальных кстати волонтеры богатеют и в конце войны что мы увидим до победа мы будем рады но все эти люди будут на голову выше всех финансовом плане а все остальные будут где-то на дне финансовом и всего остального и разве это справедливо когда я постоянно это сейчас повторяю когда министр мвд выступает говорит что мы будем санкции вводить наказывать мужчин которые как-то не так выехали из страны хотя война еще не закончилась да а вы будете знать что есть такой татаров который может делать такие вот вещи ну кто захочет жить такой стране а зеленский будет верховной радио выступать делать хорошую мину при плохой игре обещать триллион долларов ввп судебные реформы и вообще жизнь в украине будет раем это просто-напросто программа предвыборная только выберите на следующий срок я вам все сделаю нет друзья и здесь даже я хочу чтобы меня правильно поняли здесь даже не вопрос что нам что-то хочется что-то не воплотилась жизни война в конце концов идет вопрос с вообще не в этом весь вопрос в том что как только зеленский прошел процедуру инаугурации получил власть свои руки а дальше монобольшинство верховной ради не было сделано даже шаг никакой реформе ни в какой отрасли не был сделан ни один шаг чтобы упростить сделать лучше вашу жизнь чтобы вы получили в своей стране возможности для самореализации какие-то хотя бы что-нибудь да потом было две волны к вида что делали при ковиде другие страны у других стран есть запас и они помогали бизнесу они делали дотации возмещали потерянную выручку людям давали разную социалку я вообще вы знаете я против леваков мы говорим по факту а потом пришла война и все должны были отдать последние куча политических иммигрантов во время войны зеленский не собрал круглый стол во время войны не собрал лучших людей по отраслям чтобы все думали 24 на 7 только думали как и что еще сделать в украине найти оптимальное решение ему это не надо ему достаточно что у него в кабинет зайдут татаров ермак там тоже малюк сейчас еще там пару людей данилов они все решат как делать и бизнесу как жить и тем и тем это что все плачут ничего по вода повышение цен электроэнергия повышение цен ндс надо вернуть единый налог поднять до пяти процентов если я начну все перечислять тут не знаю часа не хватит чтобы все перечислить вот такие решения принимаются за этим круглым столом поэтому еще раз ни одного шага не было сделано на облегчение жизни и многие процессы можно было во время войны делать казалось бы не время ничего самое время вы запомните самое время для всех даже самых смелых реформ а взамен этому сказки европа не позволит мвф не позволит и и требования ставят условия байдену давай ты в нато израиль давай оружие все нам должны все плохие заметьте кто плохие уже запад стал резко плохим так постепенно становится на грани нарушения рамок приличия и конечно же люди люди не такие вот госаппарат у нас вот такой вот с народом не повезло не такие люди видите какая ситуация чиновники ни в чем не виноваты офис президент вообще как там говорят бедный работает посмотри на нем лица нет он хочет ему мешают там бандиты там еще что-то он сам не в состоянии разве может все проконтролировать там и как бы не заставляли его это делать в этой отвлекся видео не зеленском просто он как бы непосредственно человек который принимает решение если бы у зеленского хоть были какие-то остатки понимания правильного понимания как все должно быть устроено такими людьми как татаров скорее всего бы не пахло а по информации которую выдает пресса и так в киеве до вокруг ходят такие люди давно должны были уже сидеть в тюрьме нет вместо этого в тюрьме оказались еще окажется куча невинных людей вот и все так что думайте обязательно зайдите почитать эту статью пока